всем привет ребята с вами снова алекс и сегодня я хотел поговорить про свои колеса про свою резину которая от continental называется на т.к. с 70 сзади также и это вторая уже пара у меня стоит и да я проехал больше 13 тысяч километров я решил сделать такой опять же обзор после долгой эксплуатации попробовал его хорошенько и теперь можно рассказать про него это будет видео как всегда и по-русски и по-немецки по-английски потому что сразу извиняюсь за русский свой особенно когда про технические вещи разговаривать мне тяжелее на русском чем на немецком поэтому сразу извиняюсь мы будем делать это видео на минут 10-15 и я буду вставлять всякие видосики из путешествий где ну катался где я пробовал например хорватии и залазил бездорожье потому что германии это всегда не так просто и да так мы это сделаем этот обзорчик будет всегда как всегда по пунктам тоже он сначала мы поговорим просто колеса я вам хорошо покажу близко потом как они себя ведут солнышко уходит декабрь конец декабря они себя ведут на дороге бездорожье в дожде в холоде у нас сейчас декабрь конец декабря на улице где-то 4 градуса и да мне хочется рассказать как они себя тут ведут потом мы сравним с другими колесами которыми у меня были например как michelin пилот pilot road 4 и 5 другие колеса и сколько какой у них ресурс у этих колес это тоже там очень интересный такой пункт очень важный потом что мне нравится что мне нравится в этих колесах потом кому бы я посоветовал эти эту резину и кому нет и в конце мы еще скажем да купил бы я опять или нет такой резюме и подведем блин к сожалению уже солнышко опускается мне кажется gopro еще хватит света может даже будет лучше да место вообще в принципе неплохое потому что это здесь маринбург в вирцбурге германии баварии такой этот вид можно показать так что не самая плохая location наверное я выбрал но сегодня идет речь о колесах эти колеса купил 11 месяцев назад хотел вообще для марокко их брать люди кто видит мой канал смотрит знают но у нас все не получилось конечно из-за коронавируса но мне получилось попутешествовать все-таки по европе на них например в люксембург там через речку маленькую проезжал на них и немножко бездорожье было также в хорватии швейцарии по серпантинам гонял так что везде его протестировали под дождем немного ехал так что можно поговорить о нем их выпускает кажется точно 14 года если не ошибаюсь и они говорят то что это такое 70 30 колесо да резина то что 70 ну дорога жны 30 бездорожные я сказал больше наверно 80 20 если быть честным прям таким вот так они выглядят впереди типа шашечка такая ну такая сильно агрессивно но вот так она выглядит сзади у нас сзади у нас все выглядит вот так здесь такой пояс пройденный плюс дороги на дорогах на асфальте но бездорожье это минус и опять-то два компонента такие которые мягкие силика здесь и твердый здесь то чтобы больше можно ходить про ресурсы вошнем еще поговорим вот так они выглядят так они сделаны выглядят они мне кажется очень красиво особенно для таких мотоциклов как моя энцешка не знаю сейчас все люди многие не любят ее многие любят ну вот так я вам покажу ее выглядят они очень хорошо особенно вот правда для таких мотоциклов которые хотят быть такими эндуро как вы говорите паркетный эндуро в россии говорят ну дизайн мне очень нравится если честно быть если это кому-то важно как они себя ведут как они себя ведут в общем очень важно рассказать то что я не знаю как по-русски и по-английски тоже когда делал видео не знаю ms нас говорят где-то стоит то что это матч и шни это грязь и снег и они как бы ну для зимние зимние колеса зимняя резина тоже можно зимой на них ездить у нас многие ругаются там форму говорят нужно не нужно как законом я даже точно сто процентов не знаю потому что одни одно пишет другое другое и но для например страховки это все равно неплохо если у тебя там стоит зимняя резина это уже большой плюс потому что всегда хотят тебя обмануть эти страховщики окей они очень как вот сейчас такие вот русские слова будет тяжело агиль я не знаю как нейтральные они например и спортивные очень хорошо себя ведут ты можешь вертись вот если ты в в линии выбрал в повороте ты по ней прямо поедешь никак с другими он не роняется куда-нибудь как некоторые колеса например michelin pilot 5 у меня такое ощущение было когда он отъезженный уже там десять тысяч он становится такой квадратненький и он потом так как бы падает в поворот мне это очень не нравилось да вот это очень большой плюс пункт на дороге по асфальту очень 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 я был как сюрприз очень я был как то что он такой хороший да это был так вниз блин убирать то фрусишь а фрусишь а фрусишь есть и бахать удивлен точно был я короче был я короче очень удивлен когда первый раз поехал под а по асфальту потому что ну он же как бы сделан для бездорожья тоже и всегда такой компромисс должен быть но я очень был удивлен потому что он асфальте себя ведет лучше чем все колеса которым не были даже дорожные например michelin pilot road 5 4 5 немножко еще лучше был но не чем этот а четвертый но не так долго держался но это другие колеса ладно правда на дороге лучше другие например battle wing которые были на этом мотоцикле лучше он эти колеса чем те у меня был когда-то пирелли angel gt я надеюсь я все правильно говорю там они были вот самые суперские на дороге на асфальте они были на другом мотоцикле и я очень их любил так прям поскучал по ним и вот они себя как-то ведут прям вот так хотя те такие спортивные колеса да больше спортивные тоже туринговый но спортивный туринг и очень я был очень рад когда это заметил потому что первые разы когда начал ехать она едешь едешь да потом больше сначала аккуратно потому что поменял их только а потом опять уже начинаешь корябать подножки и чувствуешь себя еще вообще не страшно и так далее так далее ты опускаешь его прям прям низко низко очень удивлен он очень сильно быстро нагревается если например лето особенно конечно до заправки я перед тем как туринг делать куда-нибудь поехать в леса там я еду за заправки можешь километр-полтора и все он уже готов можешь уложить как хочешь и также зимой сейчас в холодную погоду он очень-очень-очень себя хорошо ведет прям прям клеится к дороге не знаю такой мягкий или грипп у него очень хороший можно мотоцикл опускать больше чем с другими колесами как я сказал он не ранее падает не не роняется как-то в повороты да и можно его также быстро бросать он легкий он не тяжелое не тяжелое колесо я считаю мое чисто мнение субъективное он лучше чем michelin 4 чем 5 полет рот чем battle wing чем другие колеса чем мэтцлер я катался на мэтцлере как они 01 такие как мото гипи они выглядят мне он больше нравится я не знаю как они это делают но вот вот это мое мнение подождем кто смотрел мои ролики с хорватия хорошо его потестировал 70 700 километров я ехал подождем и никаких проблем кто узнает эту дорогу когда едешь с хорватии выезжаешь на куда выезжаешь в словению и потом до австрии ехать по словении там нету автобана и когда дождь тебе надо по серпантинам там ехать и я себя чувствовал не хуже чем на том же michelin который специально такой для дождя хороший хорошие колеса окей правда о том что мы поговорили как он себя ведет на бездорожье я наверно положу пару видео тоже здесь вставлю с хорватии этому тестовал также германии тестировал вот такие вот щебенка но здесь вообще почти дорога прям дорога но тут спуск надо было подниматься например он все так не прокручивается как колеса простые ну дорожные колеса поэтому он немного лучше я вообще был очень очень удивлен это любимое слово теперь будет сегодня то что как он себя ведет на щебенки да потому что я обычно выезжал на щебенку с другими ну с дорожными колесами и там прям правда другой мир он держит лучше ты можешь повороты лучше ложиться и чувствуешь себя намного намного увереннее да там видео где-то есть тоже вставлю наверное как быстро заходишь в повороты конечно если не только не сильно тяжело также в хорватии там были такая была большая тяжелая не тяжелая большие камни когда они становятся круглые побольше ты уже не так цепляешь с ними потому что ну да эти колеса не для этого сделаны также есть видео если еще наклон там то это уже не пойдет но вот я ехал сейчас например видно то что грязный мотоцикл немножко например лужи где-нибудь там щебенка лужи немножко грязи все без проблем где ты уже плавал бы вот так с мехелином ли с другими колесами ты на этом чувствуешь себя очень даже уверенно это это было правда позитив да пока пока это все конечно не станет большим и тяжелым про хорватию рассказал да то что не получилось заехать в гору через лужи холод вот сейчас конец декабря нормально все я выезжаю чувствую себя спокойно в повороты также захожу и все у меня идет нормально с этим колесом не чувствую себя то что атом подруливает или что-то или бывает вырывается где-то там очень очень надежно он себя ведет одна проблема тоже есть видео кто смотрел на моем канале когда был дождик тут пять дней я поехал кататься в лес хотел посмотреть куда я могу доехать с этими колесами и далеко я короче не доехал да видите видео а если такая грязь такая сильная как стики которая прилипучая она вот здесь забивается и все потом ты вообще ничего не можешь и она крутится только крутится и можешь забыть про эту резину в грязи но если она прямо такая нерыхлая как говорится такая сжатая да такая такая которая прилипает прям такая она крутится просто и все ну вот это была его граница когда я пробовал но вот легкое бездорожье вот здесь тяжело показать конечно не бездорожье это дороги но щебенка там немножко песка песок я тоже пробовал в хорватии но я заехал там пару метров и развернулся назад потому что я был один хотел утащить и да решил назад поехать так что для песка он наверно тоже не очень но для легкого бездорожья для чего он сделан от себя правда ведет очень хорошо сравнить с другими с тем же михелином четвертым пятым хорошие колеса на дороге почти такие же хорошие как этот странно хотя они дорожные но у них например на 20 процентов больше ресурса они ходят наверное там по 15 тысяч а этот поменьше все-таки на процентов 20 30 даже может быть battle wing который от bridgestone здесь стоял оригинально на нетки немножко пластиковые какие-то они не очень не нравились но не сравнить с этими колеса эти намного лучше в таджикистане в киргизстане кто смотрел видео мои я катался на к 60 колесах от хайдена у кажется доходь но они были и да это уже совсем другой мир там уже конечно такие прям оффродные оффродные это не сравнить но они тоже такие как как пластик чуть-чуть себя чувствуется эти хайдена у это надо или теплую погоду или или долго их нагревать чтобы на асфальте они себя хорошо вели бездорожье конечно они лучше намного чем эти но там размера опять такого же нет окей про ресурс этого колеса блин я надеюсь то что не темно будет у нас хотя сколько пол четвертого но тут на горе то что там что-то я переживаю извиняйте меня за этот свет так получилось да первое колесо я вставлю тоже видео менял я по на 7 8 тысяч и это меня испугало потому что я думал а как все классно это будет мое самое любимое колесо это все это мое и потом когда 7 8 тысяч у меня здесь еще была дырка их поменял чуть пораньше потому что проколол их мне там какой-то гвоздь или что-то залезло и я решил их пораньше поменять но до 7 8 тысяч они больше не ходили на этом на втором сейчас колесе уже у меня стоит она больше 6000 с этим мы уже ездил в хорватию везде и здесь все процентов 50 наверное от оригинала и вот так он выглядит и все из-за чего из того что быстро нельзя ездить этими колесами больше 140 150 я бы не катался на первом я сильно много ездил по автобану сильно быстро их стер и поэтому второй отдел и вот сейчас сколько я проехал не больше 100 со 140 150 и они держатся очень очень хорошо и очень долго это был сюрприз только не пишите мне пожалуйста это всех колесах все на всех колесах так потому что я знаю то что если быстрее едешь колеса быстрее стираются но не так как на этой модели это что-то это что-то с этой моделью мне кажется потому что или они сильно мягкие или не знаю то что они все хотят сделать поэтому они такие но в основном например в европе вы все равно не едете больше обычно за пределами германии только у нас можно ехать сколько хочешь а так куда-нибудь выехал и не гоняешь сильно поэтому для турина они очень хорошо подходят вот такой ресурс впереди я переднюю поменял где-то на не знаю 12000 11000 просто чтобы они были чуть похоже попал получше потому что здесь вот что бывает то что ты шашечка здесь все-таки появляется потому что они ну становятся неровные эти зубы и кто не любит микро вибрации тот лучше на это чтоб не покупал эти колеса потому что все равно чувствуется для меня это без проблем потому что не такой не фэнси шмэнси как говорится мотоцикл а такой простой а если кто-то например там едет на других туринговых мотоциклах где там никаких вибраций может вас будет это чуть бесить то что ну они чувствуются но это последние же опять может быть 20-30 процентов жизни этого колеса этих шин окей про ресурс мы рассказали что мне нравится что не нравится мне нравится то что они такие ну везде могут да хорошо в принципе они могут на щебенки на легком бездорожье очень спортивно могут на асфальте они вообще супер потом то что они долго держатся если быстро не едешь это мне тоже очень нравится конечно то что есть размеры на все мотоциклы у меня же проблем вот особенно здесь 160 160 колесо и это тяжело найти бездорожную резину у нас нельзя ставить 150 или 170 и конечно можно поставить но я потом не проведу вот этот значок который у нас называется чушь и который вот прошел в ноябре потому что да это мои любимые друзья не тебе потом не дадут этот значок и тебя нельзя будет больше есть это очень хорошо также если кто-то может не найти правильную резину размер то попробуйте вот tkc 70 может быть вам повезет это мне очень нравится нравится то что они долго держатся если медленно ехать не забывайте и мне нравится конечно как они выглядят прикольно не выглядят на мотоцикле таком они подходят еще раз показать что мне не нравится это то что быстро если едешь они стираются сильно и то что да то что в грязи они могли мне кажется сделать вот эти убрать еще здесь ту ленту и чуть-чуть эти раздвинули бы чтобы они чуть-чуть больше были и он был вообще по идеально ну потом же опять это как всегда компромисс потом на дороге на асфальте уже будет не то ну для меня был бы вот он идеальный такой кому бы это все эти все дислайки 2 принципе кому бы я посоветовал и кому бы я бы не посоветовал это колесо я посоветовал людям таким как я который путешествует так как я если люди кто на моем канале они знают наверное люди кто хотят поехать куда-нибудь в тут же в балкан или там куда-нибудь дальше по россии и еще где-нибудь где съехать там по лесу по лесу проехать до речки или до озера какого-нибудь по щебенке или по лесной дороге чуть грязи ничего страшного для таких людей и чтоб долго держались например поехать в европу и вернуться с покататься везде что там на 10 11 12 тысяч хватило чтобы не менять в дороге вот для тех эти колеса для кого они не очень я думаю для тех кто хотят по автобану фигарить там очень быстро и очень долго например куда-нибудь до испании вниз чтобы в марокко доехать это лучше другие поставить и наверное для сильно тяжелых мотоциклов это тоже будет проблема потому что они правда они такие то что гриппы они такие мягкие летом особенно чувствуется что они такие мягкие не стираются мне кажется будут быстрее стираться сильный там 270 80 плюс мотоцикл хоть я не точно это знаю это просто мое мнение так что если у вас такой мотоцикл то вы возьмите посмотрите где-нибудь в форумах насчет этого колеса это просто так на заметку окей опять сильно длинное видео все будем заканчивать купил бы я их опять купил бы не купил бы их я их обязательно купил очень они мне нравятся поэтому я их купил второй раз особенно потому что есть и тоже и зимой и летом и по щебенки и по такому легкому оффроуду как вы видите мотоцикл грязный и зимой это и всегда и они мне очень нравятся поэтому я их выбрал бы еще раз и то что держится они в общем до позитивно сначала испугался на то что стерлись так сзади быстро но я объяснил все из-за чего так что от меня сто процентов я бы их опять купил все будем заканчивать я вам покажу еще раз где мы находимся я надеюсь светом было не сильно так ужасно вам извиняюсь еще раз желаю вам всего хорошего у нас конец декабря хорошего рождества у вас позже рождества чем у нас я знаю но хорошего нового года надеюсь мы закончим скоро с этой короной и начнем опять путешествовать и кататься на мотоцикле и наслаждаться жизнью все можно закрываться уже потихоньку всем удачи всем здоровья мы увидимся в следующем клипе следующем ролике всем пока